В общем, ребят, мы приехали в одно очень интересное место, про него я еще ничего не рассказывал. Здесь у нас два занятия. Какие занятия я сейчас покажу. Я в этом году загорелся сноубордом и решил, что Вика просто обязана со мной попробовать что-то подобное. Нашел школу, называется она просто ски. И мы сейчас поедем здесь вот, о, то есть поедем, мы уже приехали, блин. И мы сейчас вот на месте уже, пока Эван спит, у нее сейчас будет первое занятие, 40 минут. Она выбрала все-таки лыжи, но сейчас она еще посоветуется, как, чего там, ей будет удобно решить для себя все-таки лыжи или сноуборд. Я выбрал себе сноуборд. В этом году немного удалось покататься, поэтому и толком научиться я каким-то вот движением нормальным не смог. Сейчас буду здесь пробовать. Здесь вот такой вот огромнейший тренажер. Их даже два, по-моему. Вот, но я, в общем-то, сейчас все покажу. Вика пока переодевается. У меня, я сменил, в общем, карту памяти. В итоге все равно пишет, короче, что низкий класс съемки. Ну, в общем, уже низкой скорости может из-за этого прерваться опять съемка. Не знаю, посмотрим. Опять придется покупать какую-то флешку. Под каждый гаджет покупаешь новую флеш-карту, и в итоге каждая флешка пишет тебе, что, блин, она низкая, надо еще выше. Эван вон спит. Надеюсь, он еще минут 30 хотел поспить, чтобы я спокойно посидел. Пока Вик тренируется, что-нибудь снял. А она потом посидела с Эваном. Ни хера себе. В общем, я тут кофе пью. Пока Вика примеряет себе ботинки. В общем, она выбрала лыжи. В общем, пока Вика переодевается, что хочу сказать. Здесь можно посидеть, спокойно выпить чашечку кофе. Потом позаниматься на сноуборде или лыжах. Это или не круто. Неважно, какая погода на улице. Можно в любую. Хоть в дождь, хоть в снег, хоть в жаркий день летний. Вообще без разницы. Приходим и тренируемся. Здорово. Мы проснулись. И не в настроении. Мы, короче, нашли здесь какие-то эти массажеры. И я думаю, что это для ног. Эван, не надо, не трогай. Пойдем, пошли. Вика отстрелялась. Теперь моя очередь. Сейчас я переодеваюсь. И иду на сноуборд. Блин, если честно, мне уже даже захотелось лыжи. В общем, сейчас будем пробовать. Готовимся, походу, к чему-то страшному. Потому что у Вики не было ничего такого из защиты. Она просто встала на лыжи и поехала. Такой я красивый. Готов на занятия. Что-то я уже не готов. В общем, это было не просто смело. Это было очень сильно. Вы поняли. Одна такая тренировка, 40-минутная, заменяет где-то примерно 2,5 часа занятий. Вот. Поэтому, если хотите, приходите. Просто ски. А я пошел переодеваться. Ребята, ребята, смотрите, едет кто. Кто тут едет. Наконец-то мы его увидели. Но мы, на самом деле, давно уже их наблюдаем. Но когда в центре находишься, не так часто, на самом деле, можно встретить. Давно, я имею в виду, наблюдаем то, что уже давно видели. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну, вы поняли, короче, я за рулем просто думать. Нет, когда. В общем, ускоро-заре здесь, как обычно, нет места. Если бы нам не ступили, то, наверное, мы бы подстояли сейчас. Что-то переключился на цветняшек. Да, да. У нас стандартный набор, только я взял сегодня себе фильтр с вишней. Я даже не знаю, честно, почему. Поэтому хотелось какого-то кофе, ну, более насыщенного. Но в то же время что-нибудь сладикого, не горького. Мы уже почти у дома. И, о боже, как это... Блин, надоели мне звонить уже. Удобно с этой камерой, когда нажимаешь одну кнопку, она через 3 секунды уже начинает писать в видео. Прикольно. И экранчик очень удобный. Что за камера, я не помню, говорил или нет. Но, может быть, я запишу на нее отдельный обзорчик. Кстати, распаковку я так и не делал. Может быть, мы ее распакуем. Ты вон прям вообще уже не можешь сидеть. Но мы уже прям практически дома, 3 минутки осталось. Так, а что это нам сегодня тут привезли? Да? Он сказал, что сегодня кач-кач. Сам полностью. Что привезли скорее? Ква-ква? Давайте открывать. Вон тут уже, в принципе, есть спойлер. Да. Да. Открываем, да? Вставлю в влог что-нибудь. Что это такое? Это кубочка. В общем, Вика заказала себе куртяжку. Куртяжку и Эвану куртяжку. Они прям одинаковые-одинаковые. Шапка тоже у тебя такая будет? Нет. А жилетка или что это такое? Это моя жилетка. А, у меня такой нет, да? Не-не, у него вот набор. Да, понятно. Классно. Скажи, йоу-йоу-йоу. Так, у нас оказывается на дворе весна. Смотрите, какие черевички. Максимально непривычные, я не знаю. Может быть, это даже рановато. Но мы едем в центр гулять. И еще... И еще мы едем в сыроварню. Вика устала, она с ребенком. А ты планшет взяла? Супер, я его зарядил полностью. Супер. В общем, мы в машине немножко уже опаздываем. Там еще пешком шлепать. И единственное, что я хотел сказать просто, как предупреждение, вот такой вот регистратор от RoadGid. Вообще никогда в жизни не берите. Выглядит он вот так. Вот так. Он постоянно виснет, постоянно перезагружается, просит отформатировать флешку, постоянно останавливается. Короче, не вздумайте вообще никогда. Мы пришли. Народу куча настроения записывать что-то у меня вообще нет. Минут 20, в общем, мы шли. 15-20, да. Замерзли. Иван до сих пор не проснулся. Возникли проблемы с дверью в кафе. Никак коляска не проходила. Пришлось, короче, Иван отстегивать, брать на руки люльку, коляску отдельно как-то провозить. Здесь тоже довольно узко, но в целом норм. Мы сегодня на домашнем, и я решил, что, наверное, будет неплохо съездить помыть машину, потому что мне, честно сказать, стыдно даже признаться, когда я в последний раз ее мыл. Она очень грязная, времени на это вообще нет. Оставила, в общем, своих дома. Сейчас еду на умную мойку. На самом деле, мне не сильно нравится, как она моет. Просто она делает это довольно быстро и удобно. Вот. Если только там нету очереди из, там, 10 машин, как это обычно бывает. Но, надеюсь, мне повезет. Ну, определенный косяк, конечно, таких автомоек, это то, что на них нельзя помыть коврики. Коврики, там, пропылесосить салон. Но все, что внутри, это вообще точно нет. И даже снаружи она отмывает, ну, так себе. Я думаю, вот такую грязь, которая здесь уже образовалась, вот такая, мне кажется, он ее вообще не возьмет. Ну, типа, тень какая-то, следы, это точно останутся. Ну, блин, поехали пробовать, смотрите. Ну, вот, собственно, о чем я и говорю. Я приехал на эту умную мойку. И, мне кажется, не было ни разу того, чтобы на ней не было народа. И сейчас вот у нас что происходит. Мы стоим на дороге. Вон она, умная мойка. Ну, и, естественно, это очередь 4, там, или 5 машин, я не знаю. Мойка занимает 8 минут примерно. То есть, сколько я здесь простою, мне страшно представить. Но я уже приехал. Взял с собой книжечку, ну, точнее, как взял. Она у меня здесь всегда лежит. Дело не в кофе. Вика мне подарила ее еще в Грузии. Тут даже написала что-то на грузинском. Где-то не прочитаю. Хотя, половина букв я помню. Я так думаю. Дело не в кофе. Это числе меня уже радует. На улице такая грязь, что я, если честно, даже что-то побаиваюсь ехать. Может быть, здесь машину бросить просто. Ну, вот, короче, для тех, кто не видел в целом, вот так вот работает мойка. Мы сначала окатили ее немножко водой. Потом наносить слой пены. Может быть, из-за этого ее промоют полностью, а потом уже делают. Просто мне кажется, все, сырой машина, все это скатывается. Как-то, не знаю. Как, ребята, я тут уже в такой темноте сижу. Ну, три слоя, короче, они мне нанесли. Меня пугает звук. Я не знаю, слышно вам или нет. Где-то здесь как будто что-то капает. Ну, вообще, мне кажется, это, наверное, что-то с кондеем, ну, типа, с климотовой системой. Ну, а звук такой прям, просто у машины давно заглушил, а он все равно продолжает капать. Надеюсь, это не протекает ничего там. В общем, нанесли еще воск и сушат вот такой вот огромный, огромным феном. Машина прям потрясывает, кабли здесь прям разлетаются все. Но это 100% все еще останется. Не первый раз, короче, я уже здесь мою. Проблемы абсолютно всегда, как моют на обычной мойке, это вообще не сравнится никогда. Ну, ребята, вот и закончилось это видео. Я снова в этом лифте, как и начинал день, съездил, помыл авто, немножко поработал, немножко посчитал книгу. Думаю, пора заканчивать это видео. Говорю вам пока. Спасибо, что смотрели. Мне было очень приятно записывать этот ролик. Увидимся в новом видео. Я уверен. Пока.